8089 надеюсь это действительно количество батил смотри если про уровне то есть скажем так опыт с 8 уровнями явно не сказал что он был хороший то есть у нас же есть клановые бои и бритцовские которые то есть с которыми мой всякое разнообразное творим это да это есть а вы чего так ведь не там все что угодно может быть но тут неправильно если именно про кбш на это еще один из вариантов условно это девятые уровни на которых не катали но я не уверен что это будет хороший хороший вариант хороший опыт а спускаться ниже на 1 они не если только совсем все будет печально условно и серия что на десятках прям вот капитально приезд цены нет она не будет вообще никуда меняться и мы не захотим делать вообще никаких балансных прав что мы обсуждали и что у нас много чего есть что мы можем добавить к вы спасибо нет это да не скоро в плане блицов лицы любом уровне любом формате и сейчас например последние две недели это моя основная работа вот это то чем я лицами и их переделка ух а так ладно да переходим обратно к обсуждению обновления у нас появились появилась два командира ну первый самый главный это ежесвирский и в компании выполнив компанию компания называется сильный дух вот она в принципе ну я думаю механику работы компании вы все знаете а какие-то задания они так называемые то есть там накапливаются да прогресс задачи некоторые нужно выполнять в рамках одного боя и соответственно в конце вы получаете украинцев и 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 Ну, собственно, 8 торпед загнали, торпеды начали заряжаться быстрее. Это непонятно. Дальше у нас мастер-реклининг. Второй трек — это 20 самолётов. Он, который вылечивается непонятным для Холанда, так как это, во-первых, торпедная специфика. Слежутся к мастер-реклинингу. Режут специфика. Взяли. Наловы, самолы. Наловы. Как-то ещё можно увидеть, да, правду сфотоплив. У нас с полной. Заходим. Флот и топы. Часть вторая. И соответственно здесь у нас есть вот такой вот наборы. Такими 60-15. Удивитель в штатном режиме? Крейсер врага потоплен. Наша команда получила преимущество. У нас расходуемые муфляжи, соответственно, элитный опыт командиров. И вот, по-другому, могут попасться, во-первых, в Нежеснежский. И еще один командир, как Кжегаш Бженчишиш Кремич. Это, я думаю, в курсе, это, как нам говорили, я читал где-то, что это... Исторически ли это командир? Нет. Кжегаш Бженчишиш, это такой, знаете, как... Был такой фильм, по течении коллагерного мира Доллоса. Вот как я записал, в том мировой войне, по-другому. Больский фильм. Большинство. На дноушек немецкого. И там как раз вот и главный герой попав в немецкий момент, как он использовал танец. Попав в немецкий момент, и сразу присутствовал. Глобилев, который был надпадом. А Тиштечкевич. И то есть, во-вторых, да... Тиштечкевич. Во-вторых, вот это... Советенспоритель, нам тут ангелубчина, вот откуда это такое, в конце... А вот, в том том порядке, то это как Джегаш... Вообще, это здесь друзья, как он сказал, же Джегаш Бженчишчиш Кремич стал, а, и таким, вот скорогом отсутствует, даже... и уколы противника уничтожены наша команда близка к победе и украины они уже такие же победы а что у меня здесь гамм Бегатель выведет из троя. Наша команда близка к победе. Нет, командиры... Владимир Трубинской. Сейчас, секундочку. И, кстати, кстати, друзья, еще... У нас еще Даша Перова заехала, что называется, в раздел командирования полторы тысячи дубновых. Уникальное озвучение нации. Кроме итальянской, европейской. Вот. Остальные все нации есть. Наша команда близка к победе. Мне прикупил до этого командир Даша Перова, но вот сейчас... Так, у нас... Восьмой уровень. Какой у нас появляется заградка? Да. И БМК, Вик. И БМК. Тут... В чате ты сейчас спрашиваешь, какой бонус за игру в отряде? У нас есть инферальная система, и там есть бонус за игру в отряде. Читать продробнее на статье, там много чего есть. Там есть, да. Еще победы в отряде. Сразу два нормальных человека. У нас с тобой... Нат. Ты не дает привет. Ты только что не такой. Да нет тебе, друзья. Ахтям долго... Долго ты... Учился говорить эту фамилию? Нет. У меня, на самом деле, вот с такими сложными названиями, мне пару раз достаточно услышать. Мне больше... Мне сложнее было выучить... Ну, не выучить, я так и не смог повторить быстро. Там... Джегас Дженчишчишкевич, он из... Ну, он представлялся... Жёшничжвошицы, повят Ленколады. Да. Жёшничвошицы. Это... Он так и представлялся. Повят Ленколады. Ленколады. Сволоку. Ох... Магниры по типу танков. 1 на 1, 2, 2, 3, 3. Теперь... Вот... Собственно, чего... 1 на 1. Вы... Можете играть в корабликах. У нас в лице были. Вот в рамках нацов. Вы сможете поиграть на 3 на 1, 2, 2, 3, 3. Вам же важно. В таких вещах, прежде всего, не плей, да? Не плей? Нет. У нас, конечно, на цикле, наверное, было еще. Добрый год. На... Памлетка есть. Атака, это было бы на УСП. А, наверное. Да. Да. Да, вот. А... Соответственно, подобное исключение. Да. Вот так. Каенка СНГ спрашивает, как фильм называется? Приключения канонира Доласа или как я развязал Вторую мировую войну. Вот. Чё он? Серьезно он на нас решил это? Молодец. Серьезно. Обожаю эти моменты. А... Когда так едешь, едешь, и она такой... Чпок. И ничего нет, да? Как будто и не было. Я не уверен, что я воспользуюсь в этом бою бронебойными бомбами. Вот. Тут пишут на твиче, что мне борода не идет. Мне идет легкая небритость. Вот. Это то, что я считаю. Как это, да? А мама сказала, что мне идет? Ладно. Нет. Бабушка. Бабушка. Скажи. Ну что, Бенсон в дыме становится. Только я прилетел, значит. Читал, читал. Павел Стрелков пишет, читал в чате. Я так подозреваю, что речь идет про... Да. Ребята пишут привет в чатике игры. Привет с YouTube. А... По поводу там... Мы анонсировали на прошлом пятничном стриме. Обязательно, если не видели, пересмотрите. Мы даже показывали роликами. А... А... Который... Авианосцы Германии, которые сейчас находятся у нас на стадии, ну, такого, разработки глубокой. Еще... Еще не скоро они появятся. Но, тем не менее, да, у нас вот ветка полноценная авианосцев с четвертого по десятый уровень. Ну...